Привет, вы на канале компании «АвтоСтронг». Сейчас мы находимся на пятом этаже нашего огромного шестиэтажного склада. Здесь у нас всё, что касается оптики, то есть фары, фонари, ноускаты, фальш-решётки радиатора и много всяких интересных запчастей именно для вашего автомобиля. Отличный сервис и быстрая доставка. Прямо сейчас мы разберем то, что вы очень просили, встречаем популярнейший 1.6 AHL. Двигатель 1.6 AHL – это базовый бензиновый двигатель, который предназначен для продольной установки на автомобилях Audi A4 B5 и Passat B5. Этот двигатель относится к семейству EA-113, а значит его родословное начинается с 1980-х годов, а именно семейства EA-827. Прародителем этого двигателя является древний двигатель 8-клапанный объемом 1.8. Двигатель 1.6 AHL – это первый двигатель семейства EA-113 для продольного расположения. Чем же отличаются двигатели EA-113 от двигателей EA-827? EA-113 получили легкосплавный блок, легкосплавный масляный поддон, также получили катушку зажигания, теплообменник, датчик положения распредвала и маслонасос приводится цепью от коленвала, а не промежуточным валом. Одним словом, EA-113 – это глубоко модернизированный EA-827. Если говорить конкретно о 8-клапанном двигателе 1.6, то его модификации выпускались до середины 2013 года. Сегодня мы разберем мотор, снятый с Audi A4 1998 года выпуска. Об этом, кстати, нам говорит впускной коллектор. До 1998 года коллектор был легкосплавный. Из всей линейки двигателей 1.6 MPI 8-клапанных данный двигатель самый простой. У него нет системы EGR и нет системы вторичного воздуха. Так как он простой, это должно удешевлять и упрощать его эксплуатацию. Но не тут-то было. Данный двигатель может огорчить трещинами в головке блока цилиндров. С возрастом и большим пробегом двигатель 1.6 AHL начинает неизбежно терять мощность. Теряет мощность под нагрузкой, то есть при разгоне. Виной этому может быть недостаточная производительность бензонасоса, также изношенный регулятор давления топлива, форсунки, неисправный датчик массового расхода воздуха, а также изношенные высоковольтные провода. Производительность бензонасоса и регулятора давления проверяется манометром. Манометр надо подключать в линии подачи перед топливной рампой. Давление топлива должно быть не менее 2,8 бар. Бензонасос проверяется следующим образом. Пережимается шланг обратки и давление должно подскочить до величины не менее 4 бар. Если давление до этого значения не подскакивает, то бензонасос изношен. Если оно медленно поднимается до величины более 4 бар, значит сетка топливозаборника засорена. Данные проверки производятся на незапущенном двигателе, но при включенном зажигании, когда работает бензонасос. Далее проверяем двигатель на холостом ходу. Данные на манометре должны быть не менее 2,3 бар с подключенным вакуумным шлангом к регулятору. Далее при увеличении оборотов давление не должно снижаться. Если давление снижается, то значит бензонасос слабо качает. Форсунки и рампы сняты из двигателя, который мы разбираем. Но, естественно, на нашем огромном складе мы нашли рампу и форсунки. Вот рампа, вот форсунки, а вот тот самый регулятор. А вот эта вакуумная трубочка, если бы она не была подключена, регулятор бы ничего не регулировал. Топливные форсунки стоит почистить, если двигатель слабо разгоняется, плохо тянет, расходует много топлива и глохнет на холостом ходу. Но с подачей топлива, системой зажигания и датчиком массового расхода воздуха все в порядке. К данным форсункам прекрасно подходит ремкомплект уплотнительных колец от ВАЗ-2110. Поэтому эти форсунки прекрасно поддаются ревизии. Датчик массового расхода воздуха на двигателе 1.6 AHL может стать причиной того, что двигатель подтупливает и имеет нестабильный холостой ход. При серьезной неисправности загорается ошибка, которая говорит, что действительно с датчиком что-то не так. Народный способ проверить датчик – это снять фишку. Если мотор стал работать лучше, то проблема в датчике, потому что мотор будет работать без показания данного датчика. Но с отключенной фишкой ездить долго не стоит, потому что расход топлива будет больше. Говорят, что любой головкой из набора инструментов он орудует ловко. Итак, встречаем, Николай. Мы начинаем нашу разборочку. Выпускной коллектор на двигателе 1.6 AHL известен тем, что рано или поздно он дает трещину. Дает трещину между третьим и четвертым цилиндром. Заваривать смысла нет, поэтому надо покупать бэушный в «АвтоСтронге». Дроссельная заслонка на двигателе 1.6 AHL соединена с педалью акселератора тросом. В то же время на дроссельной заслонке есть электромеханический сервопривод, посредством которого ЭБУ управляет холостым ходом. Обычно эта дроссельная заслонка никаких проблем не вызывает, но ее надо снять и почистить, если угол ее открытия больше 5 градусов. Этот угол открытия отлично виден посредством диагностического ПО. Это же самое диагностическое ПО нужно для того, чтобы адаптировать заслонку после ее снятия и установки. Система вентиляции картерных газов на данном двигателе очень проста. Состоит всего лишь из двух трубок, которые соединяют маслоотделитель в клапанной крышке со впускным трактом до и после дроссельной заслонки. В этой системе есть единственный обратный клапан. Маслоотделитель и трубки могут засоряться, из-за чего давление в картере возрастает. Система газа после дроссельной заслонки. То есть газы из этой трубки должны выходить уверенным потоком, а обратный клапан должен пропускать газы только в одном направлении. Сзади на ГБЦ находится пластиковый разветвитель системы охлаждения. Это фирменная деталь, которая установлена на многих двигателях VAC. Со временем она трескается, теряет эластичность и дает течь антифриза. На двигателе 1.6 AHL используется двойная катушка зажигания. Она дает искру в цилиндры 1.4, 2.3. То есть попарно. Если катушка не работает, то фактически отключается пара цилиндров. Обычно эта катушка работает, но ее производительность снижается. При этом мощность двигателя снижается и возникают ошибки по топливо-воздушной смеси. То есть симптомы, которые никак не указывают на проблемы с зажиганием. Обычно эти симптомы появляются при влажной погоде, а также после прогрева двигателя. При этом стандартная проверка с подчередным отключением свечей зажигания показывает, что с зажиганием все в порядке. То есть мотор будет нестабильно работать при отключении одной свечи и будет стабильно работать со всеми свечами. Обычно на неисправной катушке видны трещины на корпусе. Пластиковый впускной коллектор оборудован механизмом изменения его длины. Переключение между длинными и короткими каналами происходит с помощью барабана-золотника, который поворачивается и в народе его называют флейтой, не кожаной. В двигателе 1.6 AHL воздух идет по длинному пути при малых оборотах, завихряется, ускоряется и попадает вместе с топливом в цилиндры. Барабан приводится от мембранного актуатора, которым управляет электровакуумный клапан. Привод флейты – это слабое место, потому что с годами трескается мембрана и она пропускает воздух, когда электровакуумный клапан приводит шток актуатора. Также может просто оборваться шток привода флейты, после чего флейта останется в каком-то положении. Чем больше трещина в мембране, тем больше подсоса воздуха, тем хуже работает сам привод. Это ощущается в снижении мощности на малых оборотах. Также мощность пропадает при переключении передач, возрастает расход топлива. Для ремонта данного узла есть неоригинальная мембрана, которую можно просто поменять, вскрыв данный корпус. Также при работе двигателя может быть слышен стук из пластикового впускного коллектора. Это стучат вот эти направляющие кольца, на которых установлена флейта. В редких случаях они обламываются, улетают в цилиндры, но поршни и клапаны их успешно перемалывают без особых последствий. Если кольца начали дребезжать, то, скорее всего, вам понадобится купить новый либо бэушный вот этот барабан, либо впускной коллектор, потому что народных методов ремонта нет. Прокладки теплообменника могут стать причиной попадания масла в систему охлаждения. Также в теплообменник может попасть осадок или мусор. Теплообменник загрязнится, и это приведет к перегреву масла, а также кипячению масляного фильтра. На двигателях 1.6 AHL используется обычный термостат, то есть не электронный, как на родственных моторах с поперечной установкой. Данный термостат позволяет греться мотору до 95 градусов. Электронный термостат позволяет греться сильнее, что не лучшим образом сказывается на самом моторе. Обратите внимание на вот этот колхоз, то есть копеечный термостат колхозили. Мы даже не знаем, зачем это делали. Зубчатый ремень на данном двигателе приводит распредвал и помпу. Менять его надо каждые 90 тысяч километров. Еще раз заметим, что все моторы, которые мы разбираем, не прошли строжайший контроль качества в компании «АвтоСтронг». Этот мотор в клину. Неудивительно, что этот мотор дал клину, потому что посмотрите на отвратительное состояние масла. Но кулачки живы. Удивительно, что поверхности толкателей тоже совершенно не изношены. При больших пробегах двигатели 1.6 AHL начинают расходовать масло на угар. В этом случае владельцы прибегают к раскоксовке и замене маслосъемных колпачков. Это помогает, особенно если в цилиндрах высокая компрессия. Высокая компрессия говорит о минимальном механическом износе поршневых колец и проблем с клапанами. Но нередко причина жора масла требует более дорогостоящего ремонта. Нередко на двигателях с большими пробегами пробивает прокладку ГБЦ. В этом случае антифриз попадает в один из цилиндров либо же даже просачивается наружу по блоку цилиндров. Но это не единственная причина, по которой двигатель страдает от утечки антифриза. Очень много двигателей пострадали от трещин в ГБЦ. Из-за перегрева трещины возникают между клапанами. Данное ГБЦ в отвратительном состоянии. Трещин мы здесь не видим, но очень много масляного нагара. А вот этот белесый налет на свечах говорит о том, что у двигателя была бедная смесь. Кстати, и здесь стоят разные свечи. Вот что бывает, если вовремя не менять масло. Шатунные болты срезала, шатунная крышка отвалилась, шатун самовольно открепился от шейки коленвала и эта же шейка коленвала его и догнала. Напомним, что блок алюминиевый, гильзы чугунные. Очень интересно, что мы здесь не видим задиров. Но нагар на донышках поршней присутствуют в полном объеме. Нередко известная и очень дорогая в устранении проблема в двигателе 1.6 AHL – это трещины в блоке цилиндров. Обычно появляется несколько трещин в районе третьего и четвертого цилиндра. Из-за этого антифриз попадает в цилиндры и двигатель начинает парить из выхлопной трубы. Во впускном тракте и в ГБЦ образуется эмульсия. Данная проблема решается гильзованием блока или покупкой БУ двигателя в «АвтоСтронг-М». Нередко при больших пробегах двигатели 1.6 AHL начинают подъедать масло, 1-2 литра на 1000 км. При этом раскоксовка и замена маслосъемных колпачков не помогают. Замеры компрессии показывают величины меньше 8. В этом случае, скорее всего, надо будет поменять все поршневые кольца, потому что они будут закоксованы и залегшие. По состоянию поршней в данном случае говорить нет смысла. Лучше мы вам расскажем о последствиях обрыва шатуна. Вот этот изношенный вкладыш выдавило. Шатун начал стучать в этом зазоре, пока это не привело к срыву шатунных болтов. Это произошло, скорее всего, из-за проблем со смазкой, потому что мы видим, что вкладыши второго шатуна уже немного провернуло. На коренных вкладышах мы тоже видим последствия износа. Вот эти заполированности – это последствия сухого трения. Пока еще до меди они не протерлись. Ну и коленвал ожидаемо с блоком в удручающем состоянии. Разборка закончена. Сегодня мы разобрали очень старый и надежный двигатель. Но если экономить на его обслуживании, то он напрягает. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».